Lesson 24. Урок 24. 24. 24. May I go to the cinema? Yes, you may. Можно мне пойти в кино? Да, можно. Новый модальный глагол, который появляется. May. May употребляется тогда, когда вы просите разрешение или даёте своё разрешение на что-то. То есть may I, можно я или можно мне? В данном случае можно мне пойти в кинотеатр? Да, можно. He must not go there. He is ill. Ему нельзя туда ходить. Он болен. Must – это должен. Must not – это какой-то запрет. Не должен в смысле нельзя. Ему нельзя туда ходить. There – это там или туда. Ill – больной. То есть to be ill – болеть. He is ill. Он болен. Whose dog is in the yard? Jimmy's. Чья собака во дворе? Jimmy. Новое вопросительное слово. Whose – чей, чья, чьё или чьи. Whose dog – чья собака? Например, whose house – чей дом? То есть после whose вы просто ставите то существительное, о чём вы спрашиваете. И ещё одно новое слово. Yard – двор. То есть я собака во дворе. Jimmy. I can go to the cinema. I am big. Я могу пойти в кино. Я большой. May Lily go to the cinema with me? No, she may not. Можно Лили пойти со мной в кино? Нет, ей нельзя. Lily must not go to the cinema. It is too far. Lily нельзя ходить в кино. Это слишком далеко. Must not, то есть запрет. Нельзя. В данном случае слово to я перевела как слишком. То есть оно нам встречалось в значении тоже так же, когда оно стояло в конце предложения или в конце мысли. В данном случае, когда оно стоит перед прилагательным или, как здесь, перед наречием, потому что far – это новое слово далеко. То есть, когда оно стоит перед наречием, слишком далеко в данном случае, вот оно и переводится как слишком. То есть, когда стоит в конце мысли или предложения, слово to переводится тоже так же, когда перед прилагательным или наречием, которое отвечает на вопрос как, оно переводится слишком через чур. Ей нельзя брать мамину шляпу или шляпу своей мамы. May I come in? Yes, you may. Можно войти? Да, можно. Come in – входить. May we sit on her bed? No, you may not. Можно мы посидим на её кровати? Нет, нельзя. Whose hat is on the sofa? My mother's. Чья шляпа на диване? Моей мамы. Whose kite is in the tree? Sam's. Чей бумажный змей на дереве? Сэма. Новое слово – kite. Бумажный или воздушный змей. Whose children are in our garden? Mr. Christens. Чьи дети в нашем саду? Мистера Кристина. То есть после whose предложение вопросительное строится, как и утвердительное. То есть если про что-то в единственном числе мы говорим, ставим is, если про множественное – are. То есть про сказуемое не забываем. Полли может ходить в кино, но Лили нельзя. Она слишком маленькая. Вот снова слово to переводится как слишком, потому что стоит перед прилагательным. Полли may go to school too, but Лили may not. Полли также можно ходить в школу, но Лили нельзя. То есть may – можно, may not – нельзя. Is your house far from the cinema? Yes, it is. Твой дом далеко от кинотеатра? Да. Новое выражение. Far from – далеко от. Предлог from – от. Is your school far from your house? No, it is not. Твоя школа далеко от твоего дома? Нет. Why are you at home? I have no lessons. Почему ты дома? Новое вопросительное слово, еще одно. Why – почему или зачем? У меня нет уроков. Why is her dress on my bed? Почему ее платье на моей кровати? It is not a dress. It is a shirt. Это не платье. Это рубашка.